Наш Бог достоин всей славы. Осознаем мы это или не осознаем, Он достоин. И написано, что в один день, когда Он явится, то все, осознающие и не осознающие, они все преклонятся пред Ним, пред Его величием, пред Его господством, все преклонятся. Но сегодня мы, как церковь, мы имеем эту привилегию, которую Он подарил нам. Это прославлять Его, участвовать в этой трапезе, вспоминать все то, что Он сделал для нас, еще и еще позволять, чтобы Дух Святой открывал это для нас еще больше. И действительно, чтобы мы не смотрели на обыденные служения, как обыденные. потому что это может быть необыденное служение. Знаете, Захария, на Рождество мы вспоминали эти истории. Захария шел в храм, потому что жребий выпал на него. Но Бог имел что-то особенное на него там. Там, в этот день, Бог имел что-то для него. Поэтому пусть Господь поможет нам. Знаете, мы на первом потоке, у нас идет тема, это о Богопочитании. И сегодня я хочу также поделиться то, что у меня на сердце. Знаете, размышляя об этой теме, я вспомнил местописание и думаю, так, надо прийти домой. Это было на одном из служений. Прийти домой, найти и как-то почитать. Пришел домой, не успел. На утро я получаю рождественское поздравление от нашего друга, кто его помнит, Игорь Скрипниченко, его поздравление. И он мне присылает это местописание. Говорит, пусть это место в вашем будет в этом году. Поэтому для меня это я взял это место, как то, что Господь хочет для нас и для меня лично в этом году. Давайте мы откроем Псалтырь, 2-й, или 2-й Псалом. 2-й Псалом, 11-й стих. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на Него. Блажены все, уповающие на Него». Знаете, в Писании мы видим несколько таких моментов, где Писание поощряет нас почитать. Почитать исход. Бог говорит, почитай отца и мать. И если мы почитаем, что именно Бог говорит тому, который не будет почитать своих родителей, и какое проклятие их ждет, то Бог очень серьезно обращал внимание на то, чтобы дети они почитали своих родителей. Римлянам, 13 глава, с 1 по 7 стих. Мы читаем, там написано, чтобы мы почитали властей, светских властей, которые вокруг нас. И если мы не будем почитать, то очень скоро мы можем платить штрафы, которые нам обеспечат, особенно если он едет рядом, а мы его не почтим, привысим, то будет что-то, что платить. 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит о почтении духовных лидеров или духовных властей, которые Бог поставил над нами. Римлянам, 12 глава, 10 стих. Павел говорит, почитайте один другого, высшим себя. И знаете, за почтением стоит что-то. Что-то, что Бог определил. Как за почтением родителей стоит не только какие-то проклятия, но стоит особое благословение. И Бог, Он не заставляет, чтобы люди Его почитали. Он просто ждет. Он ожидает от всех нас, Он ожидает почтения. И интересно, я еще хочу одно место прочитать Малахи. Мы все это место знаем. Где Бог говорит, в первой главе Он говорит так, Сын чтит Отца и раб Господина Своего. Если я Отец, то где почтение ко Мне? И если я Господь, Господь, то где благоволение предо Мною? Седьмой стих. Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не имеет уважения. В английском переводе есть слово почтение. Не имеет или не требует почтения. Знаете, не почтение, это самое такое, наверное, первое, что мы можем, это принимать как должно или принимать как обыденное, не почтение. И почтение — это то, что мы видим, это оказывать уважение, оказывать уважение, ценность и возвеличивать. Это почтение. И Бог или Давид в своем псалме говорит, почтите Сына, дабы Он не разгневался, когда придет. Есть то, что требуется от нас. Он говорит, почтите Сына. Это то, что ты и я, мы должны в своей жизни осознать, ты и я, мы должны принять это решение. И я вижу, как Бог, Он последнее время, знаете, мы можем много молиться о некоторых вещах, много молиться о прорывах в своей жизни, искать что-то, что-то хотеть, добиться что-то, но очень часто многие вещи, они приходят к нам не из-за того, что мы их ищем или добиваемся, но из-за того, что мы почитаем Бога. Мы почитаем Его принципы, мы почитаем то, что Он определил свято, мы это чтим, мы к этому относимся с благоговением, и то, может быть, зачем бы мы хотели гнаться, оно начинает приходить в нашу жизнь. Не из-за того, что мы смогли заработать достаточно финансов, достаточно закончили, сделали какие-то, заслужили образование, нет, это просто Бог. Знаете, у меня есть друг, вы его все хорошо знаете, Влад, и не так давно я был у них там в гостях и ужинали мы у его родителей дома. И он говорит, знаешь, вот мои родители, как приехали в Америку, мать работает на одной работе, отец на другой работе, от восьми до пяти. Но из-за того, что они чтут Господа, чтут Господа своими финансами, жертвами, строго постятся, они не мудрее других всех остальных. Но что интересно, что за, не прожив даже 20 лет в Америке, они смогли приобрести свой дом. И самое интересное, что они его приобрели полностью за кэш. И солидный дом, солидный дом. И ты думаешь, люди в этом мире, они гонятся, они пытаются что-то добиться, сделать, и не имеют. Другие люди, которые не имеют никакого образования, но они имеют Господа, они Его чтят, и во всем видят Его руку. И Бог воздает. И Богопочитание, это то, что мы можем найти. Это знаете, как Иисус говорит, никто не может говорить Господи, как это не будет дано Ему. То есть, то, что мы можем прийти и покаяться, это дает Дух Святой, Дух Святой дает покаяние, осознание то, что Он сделал в нашей жизни. Ты не можешь просто сесть, сидеть и думать, и ты как-то раздумал, что действительно Он заплатил за тебя великую цену. Нет, это приходит посредством Духа Святого. Дух Святой открывает, насколько мы были падшие, и Дух Святой также открывает, насколько Он способен омыть нас, насколько Его великая жертва. Это Дух Святой. Ты не можешь сам просто осознать это. по-человечески. Это невозможно. Многие люди бы хотели, может быть, это сделать, но они не могут, потому что это Дух Святой дает. И мы живем в благоприятное время, когда Дух Святой Он среди нас. Дух Святой находится среди нас, и Он желает, чтобы мы обращались к Нему. И те сферы, которые, может быть, не до конца открыты нам, они начинают открываться в нашей жизни. Почему? Потому что Дух Святой приходит в нашу жизнь. И Дух Святой, Он напоминает те слова, которые Иисус говорил. Он напоминает эти слова. Он открывает нам эти слова. Так цель Духа Святого это больше и больше открыть Иисуса в нашей жизни, чтобы в нашей жизни было больше почтения к Нему. Знаете, истории, которые я, может быть, приведу нам всем на память, вы, я думаю, все с детства знаете их. Одна из историй это мы находим когда Иисус шел в свой город. Если мы читаем Матфея 13 главу или 12 главу, то в 12 главе написано, что Он исцелил всех, кто приходили к Нему. То есть в 12 главе мы не видим ни одного человека, который приходит к Иисусу, чтобы Он их отодвинул. Он исцеляет всех. И в 13 главе мы видим, что Он идет в свой город, Он начинает учить и они соблазняются о Нем. Они говорят, мы же знаем, Его братья среди нас, Его сестры среди нас, Он же сын Иосифа, Он же тот, который рос среди нас, Он вот здесь бегал. И Писание говорит, что они соблазнились о Нем. Я прочитаю 57 стих. «И соблазнились о Нем, Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести разве только в Отечестве Своем и в доме Своем. И не совершил там многих чудес по неверию их». Итак, мы видим, что Иисус связывает то, что они не приняли Его. Он связывает это с честью. И Он говорит, не бывает пророк без чести, если только в Своем Отечестве. Знаете, Иисус также говорит, по-моему, 10 глава Матфея, Он говорит, тот, кто принимает пророка во имя пророка, он получает награду пророка. Принявший пророка, он получает награду пророка. И что является награда для охотника, который пошел на охоту? Для него это дичь, которую он принес. награда для рыбака, это его улов, то, что он впоймал, это его награда. Награда пророка, это когда он получает Слово от Господа, и он дает это Слово. Он имеет это Слово. Он не приходит просто с пустыми, он имеет Слово. Иисус говорит, тот, кто принимает, он примет эту награду, он будет иметь это Слово, то, что имеет пророк. Он будет это иметь. Знаете, история о Моисее, Когда Моисей вывел израильский народ, находясь в пустыне, находясь в пустыне там с израильским народом, он увидел, что идет его тесть и ведет его жену детей. И Писание говорит, что он побежал навстречу, он побежал навстречу, он пал и поцеловал его ноги. Он оказал ему честь. Кстати, второй псалом, где мы прочитали, где Давид говорит, почтите сына. В английской Библии написано, поцелуйте сына. То есть окажите самую высокую честь тому, кого я отдал вам. И мы видим, что Моисей, несмотря на свой титул уже среди израильского народа, он все равно оказал эту честь своему тестью. И на следующий день, когда тесть начал наблюдать, что делает Моисей с утра до вечера, он наблюдает, он смотрит, и он понимает, что он просто себя изнуряет. И он говорит, Моисей, так не надо делать, надо делать вот так, сделай вот это, вот это, вот это. И он дает ему целое указание, что нужно избрать начальников, семей, поставить их сотниками. И он ему дает очень хорошую такую структуру, которую Моисей мог бы сказать ему, слушайте, я уважаю тебя, я почитаю тебя, но Бог говорит со мной лицом к лицу. Если бы Бог хотел мне сказать это, Он бы сказал бы мне это Сам. Ты пришел откуда-то, неизвестно откуда, и тут один день побыл с нами, и ты уже даешь какой-то мне совет. Он мог бы пренебречь им. Ну и интересно, что Богу понравился, и Бог сказал ему сделать то, что посоветовал ему его тесть. Он получил это слово не тогда, когда Бог говорил ему к лицом к лицу, но когда он оказал честь. Знаете, то, что Бог желает, когда мы оказываем честь Его Сыну, чтобы что-то открылось в нашей жизни, больше, чем мы это имеем сейчас. Но это приходит тогда, когда мы начинаем оказывать честь Сыну. Иисус, также знакомая всем нам история, Иисус приходит в дом фарисея. Я прочитаю несколько стихов из этой истории, чтобы напомнить нам. Седьмая глава Луки написано. «Некто из фарисеев пригласил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом, фарисея возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром». Обратите внимание, что женщина имела определенную репутацию. Женщина имела репутацию. Каждый в этой местности знал, женщина того города, грешница. Узнав, узнав, что Иисус находится у фарисея, она принимает это решение преодолеть, преодолеть какие-то, может быть, религиозные барьеры, выйти из-за своей барьеры и сделать то, что пришло ей в сердце. И знаете, я думаю, что женщина сама до конца не осознавала то, что она делает. Она, может быть, не осознавала полностью, что она делает, но Писание говорит, что она возлила это миро. Писание говорит, что она плакала, и она вытирала свои слезы волосами. Писание также говорит, что она целовала его ноги. И когда фарисей начал в своем сердце осуждать эту женщину, или даже осуждать Иисуса, говоря, что если бы он действительно был бы пророк, то он бы знал, какая женщина прикасается к нему. Он бы знал. Знаете, человек, который видит определенную жертву, но не имеет откровения то, что сделал для него Иисус, он всегда будет осуждать того, который жертвует больше. Всегда. Его всегда будут раздражать люди, которые проводят много времени в церкви. Его будут раздражать свидетельства, которые много жертвуют. Его будет раздражать то, что он пошел кому-то там, сделал что-то. Раздражает. Почему? Потому что не имеет откровения о том, кто есть Иисус. Потому что для фарисея это просто был учитель. Он просто его пригласил как учителя. И говорит, даже тогда, когда Иисус приводит ему притчу о двух людях, кому было прощено, он обращается к нему как учитель. Он не видел в нем ничего большего. Даже тогда он сомневался, что он есть пророк. Но женщина того города, она поняла что-то, что другие, может быть, не поняли. Она, узнав, что там больше, чем пророк, там больше, чем учитель, находится у фарисеев в гостях. И я готова преодолеть все религиозные барьеры. Я готова пойти и отдать ему самое дорогое на данный момент, что у меня есть. Я готова пойти склониться у его ног. Я готова пойти проливать свои слезы. Я готова почтить того, кто пришел на эту землю. Я готова почтить его. И, может быть, люди, которые осуждали, но в ее сердце происходило то, что другие не могли даже понять. Потому что Иисус пришел взыскать и спасти погибших. И так, оправдавшись, мы имеем мир с Богом. Мы имеем мир с Богом тогда, когда мы имеем оправдание. Ради этого и пришел Иисус. Для Него самое дорогое это было общение с Отцом. Это общение с Отцом. И когда Иисус прощает эту женщину, Он ей дает эту награду. Его награда была это иметь общение с Отцом. Он туда всех приглашает в общение с Отцом. И женщина, оказывая честь Ему, она получает этот доступ к Отцу. Она получает этот доступ к Отцу. Она получает этот мир в своем сердце. Она получает то, что, может быть, она с годами искала. И, может быть, люди, осуждая ее, не видели то, что происходит в ее сердце. Но она получает это тогда, когда она оказывает честь. Иисус говорит, ты воды мне не дал, чтобы омыть ноги. Ты целования мне не дал. А она не перестает это делать с того момента, когда я пришел в дом твой. Другими словами, она не перестает оказывать ту высокую честь мне с того момента, как я пришел в твой дом. Для этого интересно, что есть определенные последствия того, когда мы не почитаем Сына. Когда мы не почитаем. Потому что то, что Бог вложил в Писание, то, что Он дал нам все обетования, Он их сокрыл в Иисусе. Он сокрыл их в Иисусе. И от того, что я знаю в своей голове, что это да, у Него все сокрыто. Но оно ничто не происходит, если я к этому отношусь, как я знаю обычные знания. Но есть определенные усилия, которые мы должны прилагать. Усилия, может быть, действительно, когда мы в посте находимся, это вставать, идти на молитву, молиться. Тогда, когда, может быть, не хочется молиться, поститься, когда не хочется поститься. Жертвовать, когда не хочется жертвовать. Благословлять кого-то, когда тебе не хочется. Но во всем этом Иисус говорит, когда вы делаете малому, вы делаете мне. И когда мы относимся к этому с почтением. Я вижу в своей жизни, что даже вот это качество почтения, почитания Бога, ты не сможешь сам его просто заставить в себе. Ты не сможешь. Если Дух все, то не начнет это делать. Интересно, что Бог, первая его заповедь, возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением, всей силой, всей крепостью. Мы все знаем. Но для чего Бог дал именно заповедь к себе? Почему именно вот к себе? Почему вот он все на себя вот сфокусировал? Интересно, что я увидел, иногда мы можем пытаться любить Бога. Мы можем, читаем эту заповедь, где написано, возлюби Господа. И мы хотим возлюбить Господа. И мы пытаемся оставить некоторые вещи в своей жизни, чтобы возлюбить Его. А оно не работает. Мы видим, что еще и еще другие вещи какие-то захватывают меня. Я думаю, окей, я буду вставать рано и молиться. Буду как никогда в этом году любить Господа. Как никогда буду делать вот это, вот это. Неделя прошла, и ты смотришь, думаешь, вау, где все те... И причина очень часто бывает не тогда, когда мы пытаемся любить Господа. То есть оставлять, чтобы полюбить. Но когда мы начинаем влюбляться просто в Господа. Просто влюбляемся в Господа. То тогда все остальное начинаем оставлять. Потому что тот человек, который любит, он готов жертвовать. Тот человек, который влюбился, тот, который человек по-настоящему влюбился, он готов страдать. И когда он страдает, он даже не замечает, что он страдает. Молодые люди. Влюбился. Страдает. В долги лезет. Ну, влюбился. Ты думаешь, ну, страдает же человек. Ну, потом же долго будет. Ну, влюбился человек. Влюбился человек. Может, ночами не спать. Утром встал. Переоделся. И на работу. Ну, не спит вообще. Страдает. Но он этого не чувствует. Почему? Потому что влюбился. Чувствует эту любовь. И точно так же Господь, Он желает, чтобы первая заповедь, когда мы по-настоящему любим Его, когда мы любим Его, то остальное, остальное в нашей жизни, молитва, определенные жертвы, это будет и жертва, и не жертва. Если так можно выразиться, это любовь к Господу. Поэтому Господь, Он не эгоист, Он есть Бог-любовь. Он не эгоист, но Он желает, чтобы ты и я, мы пережили то, что Он дал Сыну. И чтобы мы пережили все обетования, которые Он дал Сыну. Все то, что они во Христе Иисусе, да и аминь. Все то, что Он вложил в Него, Он желает, чтобы ты и я, мы это получили. Ну, как мы это получим? Тогда, когда ты и я, мы научимся оказывать честь Сыну. Все то, что Он вложил в Сына, что мы действительно оказываем честь. Если все, что связано с Его Сыном, мы оказываем честь. Мы оказываем честь. Почему? Потому что для нас Сын, Он не просто историческая личность. Для нас Сын, это наш Спаситель, это наш Искупитель. Это Тот, Который омыл наши грехи. Это Тот, Который оправдал нас. И если каждый из нас задумается на секунду, что сейчас, в этот момент, миллионы людей не имеют того откровения, которое ты сегодня имеешь на этом месте. Сотни людей не имеют этого откровения, но ты и я. Мы имеем это откровение. То, что Иисус сделал в нашей жизни. И пускай то, что Он сделал в нашей жизни, оно еще больше и больше растет в нашей жизни. Чтобы то, что Иисус заслужил, чтобы мы могли Ему отдавать. Знаете, прошлое воскресенье мы слушали проповедь о теле, и я вижу, что самое дорогое, что мы можем отдать Ему, это даже не финансы, это не наше время, это наше тело. Это наше тело. Потому что после того, как апостол Павел излагает суть Евангелия в послании римлянам, в 12 главе, он говорит, «Наконец, братья!» Вот вы поняли суть Евангелия. «Наконец, братья, предоставьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Господу, для разумного служения вашего». Вот это вот есть конечный или зрелый решение, которое ты и я, мы должны принять. Для себя это всегда стремиться предоставить себя в жертву. Знаете, женщина, женщина, она не стремилась быть популярной в тот момент. Она решала свою судьбу. Она решала то, что у нее в сердце. Она лила то, что у нее самое дорогое. Она делала это. А Иисус говорит, «Везде, везде, где будет проповедано, Евангелие будет сказано в память о ней». Другие сегодня, они работают на то, чтобы заслужить себе какой-то имидж, авторитет, чтобы люди говорили о них, что-то делали в честь них. Но женщина, она сделала самое дорогое ради Иисуса. Она сделала это. И Иисус говорит, «Везде, где будет проповедано, будет сказано в память о ней». Всегда, когда мы стремимся угождать Господу, делаем то, что мы, может быть, хотим, Бог восполняет наши нужды, Бог восполняет наши желания, Бог восполняет все то, что у нас есть. Бог восполняет. Когда первое становится, это Иисус. И желание нашего сердца, это в этом году, начав этот год, действительно не провести этот пост ради поста, ради каких-то, может быть, здоровых мотивов, но провести это время, просто дать честь тому, кто достоин этой чести. Оказать честь Ему. Вставав утром на молитву, может быть, когда тебе не хочется, ты говоришь, «Господь, мне не хочется, но я знаю, что ты достоин больше, чем одного часа. Ты достоин больше, чем несколько дней поста. Ты достоин больше, чем пост Даниила. Ты достоин больше». Почему? Потому что ты искупил меня, ты избавил меня, и моя жизнь – это как пар, являющийся на малое время на этой земле. Но я вечно буду с тобой. И апостол Иоанн, он видел сотни миллионов людей, множество людей, которые восклицали и говорили, достоин принять силу, славу и честь. Он единственный достоин этого. Аминь. Давайте мы встанем. Халлелуя. Халлелуя. Знаете, давайте мы в этой молитве просто попросим, чтобы и Дух Святой также… Иисус говорит, это я пошлю вам помощника. Дух Святой – это не просто иные языки, это не просто определенная галочка в моей христианской жизни. Это помощник. Помощник, который будет всегда рядом с тобой, который будет внутри тебя, который будет говорить, который будет напоминать. Это Дух Святой. Это Его роль. Это Его… Для этого Он и послан, чтобы поднимать каждого из нас в возраст совершенного мужа. пред Ним. Поэтому мое желание, чтобы каждый из нас, просто обращаясь к Богу, обращаясь к Духу Святого, чтобы мы могли понимать то, что Он сделал, и чтобы Он мог открывать это для каждого из нас больше и больше. Те сферы, где мы, может быть, игнорировали или относились как к обыденному. Знаете, как те священники, где мы прочитали Малахи, и Он говорит, вы говорите, что Божья трапеза не требует никакого почтения. Просто, ну, пошли, сделаем, пошли, сходим на служение, пошли, пошли, помолимся, пошли, сделаем это или это, пришли на молитву, поговорили, пообщались, и никакого почтения. Но Бог требует почтения. Почему? Потому что в почтении что-то открывается. Открывается определенная награда, а его награда – это его сын. Все то, что он вложил, это его награда. Он желает это дать своей церкви. Он желает, чтобы церковь была наполнена его дарами, чтобы церковь была исполнена Духом Святым. И это приходит, когда мы относимся к Божьим вещам с почтением. Во имя Иисуса мы приходим к тебе, Отец. Мы благодарим тебя за твою великую жертву, которую ты совершил на Голгофском кресте. Мы благодарим тебя за то, что ты однажды пришел в этот мир. Ты возлюбил нас тогда, когда мы еще были грешниками. Мы благодарим тебя за это, за то, что ты послал Сына Своего. Господь, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты послал Духа Святого в наши сердца. Господь, и это есть залог нашего спасения. Мы благодарим тебя за то, что ты записал наши имена в Книгу Вечной Жизни. И наши сердца, они переполнены радостью. Мы благодарим Тебя, мы воздаем Тебе славу, честь, поклонение. Ты достоин всей чести, Ты достоин поклонения, Ты достоин нашей жизни. Ты достоин, Господь, все то, что Ты сделал, Господь, мы желаем, Господь, чтобы Дух Святой больше и больше открыл это нам, чтобы наши сердца, они бы не были привязаны к этому миру, чтобы они не были привязаны к земному. Господь, чтобы наши сердца, они были привязаны к Тебе. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, потому что Ты сказал в Своем слове, что люди, чтущие Тебя, они усилятся и будут действовать. Господь, и мы желаем быть этими людьми, которые будут усиливаться Твоими откровениями, будут усиливаться, Господь, к почтению Тебе. Господь, и мы желаем быть этой церковью, которая будет исполнена почтением к Тебе. И все то, что Ты делаешь в нашей жизни, мы благодарим Тебя и воздаем Тебе славу. Аллалюя! Поклоняемся Тебе.